я обращаюсь ко всем у нас теперь есть бусти в чате появляется ссылка она в описании вы можете подписаться по разным тарификациям подписывать на бусти поддерживайте нас не стесняйтесь вот это вот чмо это бриган сраный очкастый медисон комментирует за game award 2022 года отлично давайте посмотрим не затепрессует в этот раз победа году флара потому что нет году фар не победит слава богу победит элден ринг и кстати у меня в мыслях и в желаниях провести какой-нибудь drunk born стрим вопрос сделать основу по блатборну либо может быть про демон соусу drunk souls тогда получится или почему-то другому и вас мысли на этот счет ни одной игры за которую я бы переживал эта выставка она не имеет никакого по большому счету значения как хераш себе никого значения там мега мега большое количество анонсов по уму демон соус на ps5 но может по демон соус сделать у меня есть демон соус можно по нему сделать такой же стрим правда я там буду умирать больше раз но я быстро набьюсь я за год ранбор по пяти блины мне страшно в пяти играть на мой взгляд потому что ну не знаю ее пытается подавать как какой-то там оскар игровой или еще там в этом году было безумное количество анонсов крутых игр и по-моему давно уже такого не было в игровой индустрии что что-то анонсировали что показывали в таком количестве и это конечно приятно да без слов давай просто бухать и проходить пяти блин ну это отдельный отдельный лот в аукционе тогда должен быть словно из того говна как это было там примеру ну несколько лет назад это теперь действительно полноценное крутое игровое шоу но все же переоценивать его нельзя потому что все-таки награды вручают абсолютно специфичные люди в том числе американцы консольщики и так далее все это спонсируется нинтендо и выиграют зельды как то есть вот это вот чмо это бриган сраный очкастый против зельды да против нинтендо дед выиграют любые эксклюзивы сони даже если они абсолютно гроша выеденного не стоят так что все это очень ангажировано на данный момент времени вот я бы раздавал честные награды ну никогда в здравом уме ни один человек кроме тех кто просто хейтит ковбоев там или просто медленный темп повествования не выбрал бы году фар я даже не помню какие там еще игры ну насчет годов вар я согласен я вообще не понимаю кто хочет играть годов вар не запускал ни в одну часть не играл и совсем не тянет но все прям сутся по годов вар теряешь аудиторию подобными заявлениями похер типа если вам нравится медисон смотрите медисона я вижу не против мне не нравится человек тот год но году фар от наверное в одна из самых неинтересных игр в которые я играл продолжение я даже играть не подумал поэтому собственно для меня эта игра я уверен что такая же тыкалка в мобов одной кнопкой с душнейшими боссами и унылой кишкой ты допустил кринч ты потеряешь подписчик куда-сюда гулять чем она теперь живи в проклятом мире ты убил и кость под открытый мир ничего персонажа да ним топора в какую деревянную елду которая переворачивает другую елду которая открывает ворота он прямо это дело в прямом эфире ночью сидел это абсолютно невыносимо то есть сюжет и блять я вообще не знаю как его можно было хвалить просто пиздюк и хуй который говорит одно слово бой блять 12 часов идут чтобы развеять прах нет напомнило сцену из фильма большой любовский честно говоря короче я совершенно не фанат не любитель чё как дела приветствую вас на game awards 2022 у нас будет сегодня все трейлеры эксклюзивов награды саундтреки будут играть на сцене меня зовут сидний хороший мужик и сегодня самая большая ночь для игр и так победителем лучше мобильной игре отправляется marvel snap а сейчас ниндзя вам расскажет как он в xbox играет на фортнайт а вы фортнайт на иксбоксе прошу прощения смотрите это ниндзя это известный игрок фортнайта он играет на иксбоксе но ему уже не нужен ни консоль не нужна не нужно вообще ничего не нужен только samsung tv ему бля весело нормально а чё же вы ждёте купить себе samsung и не бить мозга а вы кстати игры играли вам пар совайвал более того я играл вам пар совайвал до того как вы заказали это видео на мобилке самое то идет шторм пять номинаций на game awards номинант на премию игра года видимо она совсем плохо продалась и решили еще по рекламированию лучшая музыка невероятно построению скаулиста протокол опять же если мне кажется что плактейл очень даже неплохо игра актеров прости меня за все лучше экшен-адвенчуро похоже на кризис лондона это такая вау ну в целом мне меня не говорю и мне понравился плактейл это видимо запустился где-то что в браузере но мне вроде все где-то где-то так запустился на фоне музыкальный 5 эта игра как будто напала на меня своей крутостью пиздец реквием плактейл и победу лучшем файтинге мультиверсу содержит медицин красава хорош для нет не есть по-моему это был отбор на писи ребят радуйтесь ой это хеллбой я его знаю от графики не заморачивались надо сказать это все понимаю но если эта игра так выглядит то мне кажется мне будет тяжеловато играть типа прикиньте такое на несколько часов ну да это уже вот это вот такие шейдинг странно смотрится такая раскраска после бортер ланса бормак приветствую и бой они правы слушайте мне нравится эта игра потому что наконец выше главный герой в него сорокин наконец-то поди позитивный главный герой видимо это возможно тот что играл в алтбой и потом долго почивал на лаврах поедая осьминогов я надеюсь он называется пожилой толстяк тогда я в него поиграю потому что это как будто обо мне пост травма я надеюсь это будет по водочку пить и собак своих выгуливать слушать это интересно это интересно было мне очень любопытно что это за проект графики 3 потому что гене комикс в таком стиле понятно ну понятно но мне хеллбой в целом не очень нравится как франшиза атоме как а наш и не ну это топ это тупо топ я не знаю черт так рано показали не в мейн-шоу по моему это единственная игра который не обязательно куплю атоме хард это красота просто я изменил полностью свое мнение раньше этому что трэш будет даже он кивен спейс по щам получал типа получил теря думаю что это будет просто вкуснятина а сейчас мы посмотрим на на игру в которую вы поиграете 2023 без радиации умирает население слушайте это новый фоллаут ребят что чем больше поставок а тем лучше некий 2d фоллаут игра в таком стиле напрашивать во что-то похоже вы можете поиграть прямо сейчас купив игру подземный человек 2 честно говоря мне кажется каком-то смысле эта игра паразитирует на моих идеях потому что если вы поиграете подземный человек 2 вы убедитесь посмотрите сами это больше похоже не на фоллаута на бегущий по лезвию ну а меня 2023 но мне ну выглядит прикольно визуально прикольно но думаю что в целом понравилось это интересно ну а я сейчас пойду на свой стул и увидимся потом game award сейчас начнется ну все начало наконец это был разогрев типа параша сейчас будет контент ребят сейчас будет вкуснятина как я люблю эту прекрасную энергию у нас сегодня меня за я хочу вам сказать отдельное спасибо вы на меня джон классненький также у нас сегодня крис тыфер джадж собственной а также фил спенс человек который курирует иксбокс который просто сидит и обтекает все шел нинтендо у нас сегодня вот этот чем который уже принял одну из наград ну и конечно прошлогодний победитель категория игра года форес ребята у нас даже вот это есть вот посмотрите он пришел ну и и сейчас я хочу поприветствовать на сцене одного из величайших актеров мира двукратный победитель премии оскар двукратный победитель эмми аль пачино дорогие друзья знаменитый актер сыгравший в таком фильме как джилл и джейк развлекаются очень рад видеть вас невероятный опыт для меня я не ожидал для меня нормальный опыт такой я бабла за это получил нормально и здесь постоять он ничего не ожидал он попросил бы больше денег если бы узнал сколько будет длиться речь актера короче я наверняка вас удивил вылезе на сцену но я не вообще на самом деле чтобы даже говорить телетекст какой-то шея вообще не пьячу дело на самом деле я вообще не как выиграть и не играл блять даже не шарю за них забору чека я потратил много времени не на то как играют мои дети да и давайте позовем на стрим аль пачино чем надо баксов 500 номинант на лучшую актерскую игру эшли бёрдж хорайзен забытый запад шарлотта макбурней флаг тейл рекви кристофер джадж года фар рагнарёк манонгаге имморталити сани сульжик году фар рагнарёк этому что ли блять пиздец сульжик и так лучший актер озвучки бля какая же тяжелая хуйня можно качаться ничего если я немного счеток постою а то меня уже никуда не зову покачаюсь и так лучший актер победитель кристофер джадж за великолепная актерскую игру в ходу фаре где он говорил бой браза бой как зато говорил и актер один великий актер вручает награду другом я надеюсь если будет экранизация года фори позовут как актера что ты еще можно сказать равные по величине конечно и мастерству аль-пачин забить и заплатили говорит ему кристофер джадж давайте обниму когда еще я обниму али пачина все аль-пачина я надеюсь будет перемотка нора можно ли ему уходить он не знает стоит рядом мама сына кратус горит ну следующий раз повезет что ж болен охуеть крат спасибо за награду спасибо я пошел во-первых я хочу маме сказать которая меня родила но она всегда говорила что я ничего не достигну и спасибо моему брату это было право 40 лет изменил свою жизнь и стал доктором моим детям которым я обязан и на самом деле лучшая роль которая у меня была за все эти годы это роль отца вашего а также соня санта-моника мисс юми яй мисс юми яй фунт еще парит и самый настоящий единорог также кори барву спасибо и спасибо за то что верили я был последним актером в калифорнии который нам подходил на эту роль то что не умеют но мне наговаривали текст и я его произносил также все моим корешам спасибо я бы хотел бы стать я подумал что мне не хватает такого прикида на стриме если я по таком костюме сидел бы то мне больше людей смотрел спасибо и тем кто звук сводил я я потерял суть ребят он говорит говорит короче я честно хочу перевести но по моему не понимаешь кто-то его обнял эрик все обнимал его и говорил давай давай и он сказал мне слава который я не забуду окей большой человек давай хотя бы блять один нормальный дубль зуб верим and she's gone но он еще рад что он встретил альпачино и на самом деле мне нравится вот такой вот бархатный вот у этого чувака если если серьезно говорить подумаю где то кому почему церемония будет длиться два с половиной часа два часа говорил это реально наряд сутенера ну здесь что-то вроде такого стрим евгений то что определяло жанр много лет а то что вы сейчас увидите это нечто взять неужели от создателей пиошоков бля ну нихуя atomic card 2 какой-то более мультяшный стиль стал я думаю никто не будет спорить то есть пиошок угадывается лизонька какая-то теперь подичавшая немного и все это в космосе а игра будет жудаса иуды круто но я понял что это от создателей бешоков кстати от создателей иуды вы заметили тенденцию то есть люди делают какой-то спейс потом их выгоня но с другой стороны посмотрев если вспомнить первый трейлер бешок инфинити кто его видел и в тупо играл в игру я думаю вы сейчас ничего вообще поэтому троллера посудить нельзя из больших студий они делают свою в независимых кстати игры неплохие получается поэтому я думаю мы будем это ждать но это мы ждать не будем потому что мы только что видели что это скорее всего баянета для нинтендо свитч и ни у кого из нас конечно же нет нинтендо свитч у меня есть но чтобы я там игру купил еще раз хотя бы вот говноеда говном за 8000 рублей он серьезно отличный лучший игрок который есть а теперь еще и хрен купишь такое я не играю но это вкуснятина безусловно если вы нинтендо бой то это наверное лучшая премьера ночи бионета он начал основу я тоже стал база мне я знаете мне может знаете время он мне подарил нинтендо свитч это смешно звучит но это так он тогда работал нинтендо решил что подарить не нинтендо свитч хорошая идея играл марио кард какое-то время и все ну какие-то игры я купил какие-то скачал мы неудобно на нем играть короче да это реально туп игра я ешь не просто так об этом говорю постоянно что нинтендо умеет делать игры у него это интересно играть типа пофигу вообще на все просто зельды тупо топ все они все интересные не все увлекательные в конечном итоге все закончилось тем что я отдал нинтендо свитч своей знакомые она мне вернула его через полгода примерно сказав что купила свой более пиздатый ой лет какой-то или типа того и когда она мне вернул нинтендо свитч знаете что я увидел 2800 часов наигранных в какую-то игру где надо просто каких-то зверей блять приручать ходить по анимал кроссинг так сверху вито вот там бродят по какому-то берегу что-то отличная игра тоже это ферма что ли хуй просышь анимал кроссинг да я просто ахуел как можно столько ебашить блять это не игра это жизнь у меня в доте столько не наигранных короче понятно все ребенок это игра где надо отдавать ипотеку это игра в которой играю всю жизнь отдаю свои кредиты и долги если сложить все мои часы в менеджерах блин и вы вообще слушаете человек который играет футбольные менеджеры футбольные менеджеры карл вы слушаете говноеды просто не знаю есть типа кал говно и футбольные менеджеры где-то вот здесь вот это что такое вообще даже не футбольные симуляторы это блять футбольные менеджеры унитет . в этом секрет это буквально игрушки ну вы не играли просто просто и как бы это мнение покажет пока не поиграешь не поймешь это сложно объяснить это просто как бы геймплей в чистом виде это механики игровые в чистом виде и это доставляет удовольствие пока ты думаешь ну это еще такая акция бумажка типа ты ребенок или нет потому что дети вот высказывают такое мнение как это 101 а когда ты взрослый когда ты уже можешь к себе не так серьезно относиться когда ты получаешь удовольствие я поймал в байонет и не понял слышал или бэтэмап это ваша вроде бы рекруты бесстрашные кого вы будете звать из надо будет поймать инопланетян ну типа дети хотят быть серьезнее дети любят играть типа взрослые игры которые выглядят как взрослые игры поэтому для них нет у них не стрим медисона мурфлик зарасте вот дети хотят к себе чтобы крючих дети хотят чтобы к ним серьезно относили дети хотят быть взрослыми и поэтому для них недопустимо играть в в игры которые выглядят как как что-то детское потому что тогда кто-то подумает что они дети вот и все поэтому конечно для них там какой-нибудь как калиста протокол вот это топ вот это да это круто здесь вопрос что продажи animal crossing намного выше чем любого от репо и продукта скорее всего в большую часть репо и продукта и конечно там это непростая игра и не примитивно сделана игра уж точно протонные лучи ребята так вы и будете выглядеть кстати блять если купите веру как долбою бля пророк санбой все ходят обнимаются не давай микрофон одна из частей этого шоу это когда музыканты играют и сейчас у нас будет человек который выиграл огромное количество мультиплатиновых грэмми это понятия не имею кто это но у него такое же пальто как у меня который я купил за 72 тысячи рублей итальянская когда-то я его купил а изначально она стоила вообще больше сотки это не самая дорогая вещь моем гардеробе вы знаете что миг гордон поссорился с бесезды и поэтому он теперь пишет сам трек для atomic heart на самом деле я считаю что русские разработчики должны переманивать таких людей как авилон миг гордон тех которых отменили в америке вообще даже кивина спейси можно всех да блять марио крат не хватает бухгалтерии в целом своей знаете как-то 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 уже наигрался эти люди будут рады поаккуратнее в любом случае отдыхайте так сказать свободный от стресса обстановка мне вообще кажется что год оф вар будет игрой года ребят так ну что ж спасибо асман голду за это прекрасное выступление кстати мне кажется я леуси еду увидел среди зрителей лучшие инди дебют ребята она гейма лорд форта стей в пиджаме рада отправляется стрэй какая красота метро не галковского глуховского хорошенько третьего третьего двадцать третьего last of us часть 1 будет пока на пика я даже не знаю что еще сказать last of us 1 теперь на пика можно будет пройти причем лучшую версию которая когда-то офигенно сколько лет прошло сразу в римастер вам больше не надо бомбить прошло всего 20 лет сегодня новая награда которой раньше не было лучше адаптация в отбор никогда категория где компьютерную адаптировали для того аниме кино и джернарс выиграют я думаю я слышу что пиздец крутая тема соник 2 начерт и победителем становится аркейн честно говоря мне казано что не киберпанк что аниме по лолу уже года три но окей но я не видел ни аркейн ни киберпанк не играл в первую часть star wars блин я теперь знаю что там было какое-то предательство он какой-то няшки отрубил он должен встать на темную сторону силы иначе это неинтересно в этом марте в марте уже так быстро восстаньте против тьмы мы будем драться пока надежда живая star wars джедай сурью 17 марта 2023 год а я это этот форсакен и форбиден про женщину которая постоянно говорить ее можно сейчас попробовать надо попробовать почему-то у меня большие ожидания к этой игре хотели все засирают активно дема попробовать мультрили какое-то говно полное форсбокен вот играю в демо прямо сейчас кстати очень крутая тема если бы мне было не лень я бы даже ее скачал но мне даже playstation лень искать где она валит на выглядит неплохо согласен друлин приветствую вас но я помню просто прошлого я 3 я был на таком хайпе что я скачал демку по матрице и сейчас я бы это скачал если бы не было не помню блин цена деле даже xbox на покупать достаточно купить блять геймпад и телевизор samsung зачем вам это вообще приставка у вас что пацаны нет телевизора мы кстати статье у интерес сколько стоит то есть настроена в телевизор будет или там типа клауд плод пацаны теперь можно заказать в гамбургер играя в бабку мобайл из вендис просто используйте код бабши вот так вот а выговорить на клауд это говно клауд это говно просто не знаю как можно в клауд играть это что-то какое-то физически другого блять как же смешно было в гелограде когда я шал лучшая игра геншин сказал блять час ночи это блять такая комедия была потому что чувак который приехал не понимал ни по-русски не по-английски ну курьер а я жил таком на квартирном доме на двенадцатом этаже короче чтобы блять объяснить ему где я бля он отчаялся в какой-то момент я с google транслейтом сидел потом как расскажу а это геншин импакт это великая игра ребят боже блять как я люблю играть в геншин импакт это наверное он из всех спонсорских это самое приятное я даже могу себе представить играющим а ну просто по доброй воле в этом если бы мне было лет двадцать хотя бы вот у меня еще заказали рекламку геншина да побольше денег дали такая охуенная тема очень мне нравится я жюри фаунда ступгейтом я выбираю игры в которых можно играть китайцы это вообще отличные ребят я считаю что китайцы это прям топовый национальный напиток не знаю какой но там есть этот китаец который пиво пьет активно не вот он нравится и ни в коем случае не мочи осла весь гон на сербов как я выяснил в итоге после небольшого расследования был монтаж домкрат перебежку с монтажом у нас одна из студий который очень хорошо работает с графикой представляют свою новую игру с невероятным графином при этом графин game cinematics кстати хотя нет наверное они имели ввиду визионеров не графония а именно подача хотя нет тут и графонии смотрите какой то что происходит что игра выглядит неплохо коджима опять ли я сейду она теперь видимо кодзимовская вайфу ему дети нравятся маленькие блять это говно прохождение туда-сюда курьером 2 дэс трендинг 2 лучше не думал что это игры будет продолжение но она будет это хорошо мне кажется продолжение будет топово уверен вторая часть будет прям вот огонь или это приквел какой-то скорее все я снится она не обожжена они же как бы тело обожженную я не знаю что происходит не просто так они леются и иду позвали карас блин как он к сиськам жмется по-моему это хасбик нет это ребенок марио крат спасибо огромное за 1000 рублей спасибо большое за донат посмотрим сразу же после этого видосика у нас еще осталось 40 минут и сразу же потом посмотрю спасибо большое за донат спасибо большое за поддержку ну блин ну это тупо топ ребят ну у меня есть четкое ощущение что он сможет кодзима имеется ввиду довести какие-то недочеты прошлой части в том числе и сюжетные какие-то недочеты если собрать нормальную игру потому что не будет так сильно торопиться и уже какой-то кредит доверие иметь своей личной студии и и рефант я думал ты смотришь его нет нет я поиграл смотрю только белорусов белорусы топовые ради пацаны вот и вот этот трейлер меня забайтил пройти первый death-training я хочу знать что же там было я никогда не мог выдержать больше часа death-training а он не проявил death-training я тоже очень захотелось перепройти death-training у меня раньше было такое желание теперь это задача на новогодние праздники вау вау бля кодзима гений ему дают денег на продолжение этого даже настолько его все любят да он может любое вообще дерьмо клепать норван ридус вернется в одной из ролей но это сам микклсон тоже вернется а играть надо будет залив и все иду бля ну все Нет, чуваки, это реально... Вот сейчас я серьезно говорю, это лучший Game Awards, потому что такого анонса я не видел уже лет сто, блядь. Чтобы у игры... Теперь будем смотреть на все синематики из игры постепенно от разных ивентов. А потом говори, блин, да мы все это видели, ничего нового Кодима не добавил. Всего через пару лет, да боже. Все, я дропаю все, с понедельника прохожу первый Death Stranding. Пацаны, с запоем марафонов за один стрим. Напиздел? Эль Фейнен будет еще. Кто это? Ну, сустав, по голосу понятно, что Микклсон, да? Искусство этих касаний. Че вообще происходит? Ну, видимо, те, кто прошел первую часть, не спойлерите мне, ни в коем случае не давайте намеков. Бэйбек теперь октопус. Вау. Пентакли. Вау. Так. Это может быть, что я видел. Если первая игра была про любовь к стране, то вторая видим про любовь к матери. Что-то такое. Кодима сам вышел. Невероятно. Мистер Кодима, прошло три года с тех пор, как вы были здесь в 2019-м. На улице как будто с Эван Хин, только вместо Тумана Пурга. У нас, конечно, все тает. В Петровске тоже Пурга. Да, вы получили награду за лучшую режиссуру за Death Stranding. Расскажите, что это? Я еще расскажу, что я видел Кодиму в реальной жизни и горжусь этим. Как он пухает с Миккельсоном и Ридусом? Выучил бы английский, это не так сложно. Вот я знаю английский. Но на самом деле они сказали о том, что он специально сделал трейлер таким заебнутым, чтобы вы теперь смотрели каждую секунду и строили теорию, и разбирали. Также у них сегодня в зале Лея Сейду, Трой Баркер, Беркер, Байкер, невероятно звездный каст. Расскажите немного про историю и про все остальное. Я не буду рассказывать заранее. Я написал историю до пандемии, но после того, как мы эту пандемию пережили, я все это заново написал. Блин, да, конечно, кстати, то, что Кодиму предсказал роль курьеров и вообще важность до пандемии, это, конечно, прям, прям такое правительство, насколько все-таки искусство, оно предопределяет реальность. Я также не хочу предполагать никакое новое будущее, поэтому был максимально осторожен. Здравствуйте, мистер Коджима, it's always such a pleasure having you here. Мистер Коджима, также как же хорошо стоять на этой сцене рядом с вами, это такое наслаждение. Может быть, вы сделаете еще что-нибудь? У нас есть смешной подкаст, а также я делаю Death Stranding 2, но у меня еще один тайтл в запасе, это будет эксперимент, ребята. Мне нравится, как его спросили, типа, блядь, Death Stranding 2, это хорошо, но может вы еще что-то делаете? Может что-нибудь еще? Может еще что-нибудь другое, блядь? Но он вроде как делает. Какой-то эксперимент. Но Death Stranding 2, сколько я знаю, что что-то для Xbox, по-моему, да, делают? Какой-то эксклюзив под Xbox? У Xbox будут какие-то нормальные эксклюзивы, наверное? Может быть. Девять, ребят, надо проходить первую часть. Жду тысячу зрителей на стриме. Читаешь сценарий игры, это значит, что ты будешь проживать жизнь персонажа, так что лучший сценарий. Чумная история Requiem, кольцо Старпердунов, бог военный Рагна... Блин, почему Старпердунов? Он даже не Elder, это Elden. Кольцо Элдена. Блядь, как вообще можно лучший нарратив дать Элден Рингу, блядь? Horizon Forbidden. Как это вообще может быть номинировано, блядь? И Immortality. Как вообще, блядь, на лучший нарратив, на лучший сценарий, блядь, на лучшую историю, можно Элден Ринг номинировать? Там нет сюжета, блядь. God of War забирает эту награду. Я, конечно, понимаю, что какой-то хуй, написавший какие-то книги, блядь, работал над Elden Ringом, но, по-моему, он просто с Миядзаки траву бурил, блядь. Это моё... Ну, это тоже работа. Не, не, блядь. Не, ну, я не согласен. Я думаю, что всё-таки там большой текст вложен внутрь, большая работа вложена внутрь, просто текст не подаётся в том виде, в котором мы привыкли. Типа, нам не говорят сюжет. Типа, посмотри направо, посмотри налево, но это и придаёт этому ценности. То есть тебе по-другому историю рассказывают, не отвлекая от геймплея. Типа, хочешь, копайся, там, читай название, хочешь, просто играй. И у тебя, грубо говоря, когда ты играешь, у тебя тоже есть какое-то ощущение темпа. И это не снижает темп игры. То есть тебе там не нужно слушать долгие диалоги, чтобы там проникнуть дальше, то есть у тебя вот этот вот экшон, он не заканчивается. Я думаю, всякую хуйню, типа, давай сделаем чашку, блядь, которая будет рыцарем, блядь. Это не сюжет, это хуета. Первый геймплей, в котором мы... Впервые покажем вам геймплей Tekken 8. Легендарная файтинговая франчиза, ребят. Ну, блядь, я считаю, за Tekken надо ёбнуть, блядь. Тут выбора нет, мне не оставляют. Tekken, ребят. Блин, кому нравится Tekken? Что за специалистические люди любят Tekken? Не, Ragnarok это кошмар. Это просто лучшая игра. Блин, мне придётся Ragnarok, походу, пройти, пацаны. Я смотрел, что эта игра настолько увлекательная, что у всех стримеров её смотрят. То есть, заводят Keks, у которого онлайн, в среднем, там, тысяч пять. Его смотрят 900 человек на God of War. Настолько это увлекательная игра. Заводят Vudush, которого смотрят 10 тысяч. На Ragnarok его смотрят... Я надеюсь, это ирония, это 101. 2 тысячи. Заводят Karmic, которого смотрят, ну, там, по 2-3 тысячи. На Ragnarok 700 человек. Во, какая игра интересная! Так интересно в неё играть и смотреть. Все хотят сами пройти. Не, ну, Tekken это тупо топ. За Tekken. Активируйте функцию, выпью за 700 рублей, можно прорываться на трек какой-нибудь. Пьём Jameson. Ну, вы хотите, я так понимаю, в этот оплот упасть и обваляться хорошенько, как, не знаю, как рыбный биточек. На самом деле, это одна из игр, ради которых я в детстве обменялся на PlayStation. Деньгами ещё кое-что. Отдал за это. В итоге, мой батя играл в Gran Turismo. Целыми днями и всё. Элден Ринг. Арт-дирекшн. Ну, вы логично. Лучшие художники Элден Ринг выиграл. Лучшая VR игра. Лучшая стратегия. Марио Рэббитс, блядь. Посмотрите на эти игры. Марио Рэббитс. И выиграли. Марио Рэббитс. Тебе надо её купить, поиграть. Марио Рэббитс. Лучшая стратегия Марио Рэббитс. Это типа XCOMа, блядь, по мотиву Марио плюс кролики. Блядь, а сколько же... Ну, это весело. Жанр стратегии... Что сейчас значит Сим-стратер? Какое-то странное объединение жанров. Вот только реально консольщики американцы могли такую хуйню придумать, блядь. Стратегии, это на самом деле стратегии... Вот я не играю в стратегии, я не люблю стратегии, но стратегии это самый, на мой взгляд, элитарный жанр, к которому надо относиться с максимальным уважением. Понимаете? То есть для меня, вот я не умею играть в стратегии, для меня люди, которые умеют играть StarCraft, WarCraft... Блин, я обожал StarCraft, WarCraft... Там героев, еще во что-то, это люди, которые... В XCOM это люди, которые на другом этапе развития от меня. Crusaders... Я вот в Crusaders научился... Я рад, что Илья понимает, на каком этапе я и на каком он. Играть я чувствую себя ну, особенно, в каком-то смысле. Стратегии, это искусство. Поэтому мне обидно, когда выигрывают какие-то кролики против Марио, блядь. Недаром даже просто какие-то вот... А, это Гарри Поттер? Real Time выходят вещи, типа там. Какая графика-то страшная. Постбанка еще... Я думал, будет красивее. Людей, все хотят чего-то такого, Хабблгер. Строгни Холл. Вот у меня жена постоянно играет в эту хуйню про замки. Я там даже вообще не разобрался. Она сидит часами, ебашит, блядь, строит какие-то замки. А это не Гарри Поттер? Я даже хотел подставить... А, Найтингелс. Я вам рассказывал, посадить ее, и чтобы она играла в Стэнгл Холл, то я комментировал. Извините за мой голос, я в караоке его потерял. Ну, это как... Как странная дама. Какие-то вот ребята, которые к какое-то отношение имеют это... Аурора. Знаменитая. Между прочим, с нее началась революция. С нее стреляли матросы. Я вижу ее соски, они торчат. В общем, я даже... Что тебе снится? В общем, по-моему, они пьют уже дня три. Смотрите на них. Я им завидую. Хорошо бы хоть. Так он бухает реально и в караоке отдыхает. Это мы видите. А где это проходит? В Сан-Франциско? В Лос-Анджелесе? На Скайе? Я не понял фишки Скай. Я на мобильном в нее побегал. Но Джорни прикольная. Тогда я не осуждаю. Если это Сахалин, тогда... Флауар тоже не играл. Вопросов нет. Блин, какие же японки красивые. Просто невероятные. Ух, за японок. Если среди моих зрителей есть японки, особенно... Они же только что стадию убили. Они еще один делают сервис? Хотя бы с казахским паспортом. Пишите. Если выглядит как она, не пишите. Вообще не надо. О! Диабло. Это Элден Ринд, наверное, саундтрек. Не, не в хрена. Это Диабло какая-то шею? Это Диабло, походу. Не, вроде бы это сервис для запуска игр, Android-игр на ПК. Знаете, вы заметили? Вы заметили тренд? Женщинам снова разрешают быть сексуальными. Немного отступает вся эта тема. Например, это тянка в берег. Это вообще пи-пиздец. Я на это дрочить могу. Я вам серьезно говорю. Я водки выпил полбутылки. Сразу говорю. Так, это мужик. Так, сегодня 24 ноября, если что. Такая инфа. Никакие законы еще не приняты. Я могу дрочить на мужика. Да, ну, которые выдают себя за женщин. Это обман. Я не знал. Мы задвигал про фильм про войну лет 10 назад, что хочется снять фильм про Второй мировой, как чувак скидывается от мобилизации и в конце он вживший герой, а погибшие друзья исчезают из памяти. Ну, осуждаем такую вообще вещь. Дьябл выглядит, кстати, круто. Синематик очень крутой. Конечно, я буду играть в Дьябл, хотя Blizzard вроде бы запретила все русским играть, русским аккаунтом. Ну, я куплю это на консоли. О, это страдка папича. Это страдка Дробышевского, потому что Дробышевский постоянно говорит про копье, что вот типа человек взял палку, придел туда камень, получилось копье и, короче, всех унизил. Я признал это одно из самых крутых вещей, которые я видел, но я, к сожалению, играл в Lost Ark, где все это уже давно было. Но Близзы все-таки умеет, даже нынешние Близзы умеют делать синематики. Open Beta в раннем доступе, малые. Самая ожидаемая игра Starfield. Starfield. Да кому нужно это говно? Legend of Zelda. Вот, послушайте. Legend of Zelda. Это будет в твоем впечатляющем году. Тупые консольщики. Кому нужна твоя Zelda, козел? Я просто не понимаю. Если они сделают ремейт James Bond GoldenEye, они будут это дерьмо выбирать. Реально лучшая и самая ожидаемая игрой. Кому нахуй это вообще говно нужно про Зельду, блять? В здравом уме. Я, блять, без выхода Starfield'а уже, блять, не знаю. Всем насраны, Starfield'а будет глючное говно в каком-то непонятном сеттинге. Что хорошего можно держать беседы. Групп в стену буду биться головой, блин. Это реально невозможно дождаться. какого-то короче января следующего года будет премьера сериала на HBO. Посмотрел «Историю мира атомное сердце». Интересно задумано. Да, я точно обязательно куплю и точно обязательно пройду. Я думаю, что наши молодцы и надо их поддерживать. По игре последний из нас. Сэдли Зон сыграл одну из ролей. Может быть, из-за нее порадовался. Это просто невероятно. О, Пабло Маскале. Прикольно у него, блин, как он оделся-то красиво. Велюровые штаны. Спасибо. Джоу, Элли, которую вы нам подарили. Это очень крутые персонажи. Лучшая экшен-игра. Так, вроде бы, уже все. Он уже даже может при заказ диска сделать. Я думаю, что он выйдет этой весной. Баянета 3. Call of Duty Modern Warfare. Блядь, самое стыдное, это когда ты спизданул какую-то дичь, а человек у тебя в чате. Лизон в чате. Неон вайт. Сифа. Кстати, вы заметили, что... Черепашки... Баянета победит. Вы заметили, что 90% номинантов на лучшую экшен-игру это всегда на лучшую игру тоже номинанта. Такое ощущение, что другие жанры вообще не котируются. Здесь нет Elden Ring и Good Four. И награда отправляется... Баянета! Баянете 3! Баянете 3! Блин, какой же Бедра Москаль здоровенный. Я думаю, поменю. Мне кажется, почему-то, что Atomy Heart будет опсером уровня Киберпанк для тех, кто его ждал. Понятное дело, да хрен его знает, его особо никто не ждал. Так, погодите, нам вернуться в Японию, чтобы услышать специальный анонс. Поглянем. Здравствуйте, его зовут Сакичи, он продюсер какой-то игры, работает на Amazon Games и хочет представить новое MMORPG. Кстати, Amazon Games выпустили какую-то... Я хочу представить вам еще один Genshin Impact. ...игру, которая не спейлилась. Вау, это походу нападение на Genshin Impact, малые. Такое я не готов вытерпеть. Бля, выглядит, кстати, прикольно, как Дион. А это как Tales of Arise. Помните это дерьмо? Выглядит неплохо. Пока для меня это лучшая игра выставки. Сейчас предлагается докфильм иди играй. Блин, короче, начали пилить все какие-то вот эти коопные сессионные ММО лутеры. Какой-то тренд попер, это не просто так. Blue Protocol. Ну, слушайте, местами выглядело... Ну, вообще выглядит как Tales of Arise вот именно внешне, но при этом... Мне кажется, это будет интересно играть. Dark Souls 4. Bloodborne 2. Нет. Нет, говно. Опять литер-шутер говна какой-то. Bob Effect с дробовиком. Dreamland. Да, 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 походу... Мне, кстати, белорусы говорят, что первая часть неплохая, и вторая тоже. Мне нравится, что там есть кооперативный мультиплеер, то есть, можно в меньшинстве проходить. Я задумываюсь на том, чтобы поиграть в первую часть. покажите. в коопе прям... То есть, Борзованс был веселым, именно в коопе. Тут еще эстетика такая приятная. Отлично, тогда. Робаков, походу, малыш. трансформеры. Да я пошутил. Как бы... Трансформеры. Просто игра про нашествие... Война миров. Что-то такое в этом стиле. Mass Effect 4. Игра про трансформеры. Не дай бог, это Mass Effect, но вариант. Игра про трансформеры. Скорее всего, это... анфим 2. Нет, это трансформер с Reactivate. Ну, почти Робокоп, я почти угадал. Ну, в любом случае в это играть никто не будет. Но это, кстати, какая-то прикольная штука. Похоже на Dark Souls Скорим от первого лица. Я люблю такие снежные игры, знаете, у них есть какой-то прикол. Такое... Такая атмосфера какая-то своя. Смотрите, он на Мамонта полез. Бегемот. Отличное название для игры. Мне оно настолько нравится, что я бы ее даже предзаказал, если она... Ну, я думаю, она никогда... А, блядь, она для VR. Для VR, блядь. Еди нахуй тогда с Бегемотом. Но название отличное. Мы играли по модему с другом в команда... VR, блядь. ...контор Тиберион сам, и там вся концепция строилась на том, кто больше бегемотов построит. И мы прямо строили битвы бегемотов. Был там такой юнит огромный, блядь. По 12 бегемотов с каждой стороны. Это было... По-моему, бегемота можно бы только одного построить во всех Тиберион сам, или я ошибаюсь? Чё-то он пиздит. У меня есть VR, но чё-то я... не знаю, не готов. ...джигурда и кричит, что хочет посмотреть фильм взвод Платун. Элден Ринг? А его любимая игра... Не знаю, они... Они лучше, чем шутки Стаса Агех просто. Элден Ринг, кстати, так примерно и выглядит любой фанат Элден Ринга. Маленья нравится больше всего эстин-босс малютки Джигурде. Он прямо... Он прямо... Ну, кстати, у меня не так, чтобы Маленья очень большую проблему создала. Признаётся ей в любви, потому что, видимо, это единственная голая баба, которую он видел. Только что у ведущего слюна полетела. Он хочет его съесть. А любимый... Кто любимые игры делает? Кодзима! Кодзима! Он орёт. Ну вот типичный геймер. Так он и выглядит, блядь. Я думаю, да. Да. Моя любимая игра это Энима Кроссинг. Клизменный переход. Перегрёсток. Мюзик! 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 И ему больше нравится музыка на гейме. Слушайте, это вот... Вот, вот на кого нацелена. Вот на кого нацелена. И он ещё, я уверен, обожает God of War. Это вся церемония для таких людей. Они описали идеально. Есть всё-таки самоирония в людях. Лучшая музыка. Честно признаюсь, я считаю, что должен выигрывать я не думаю, что это вселенная Градзилей. God of War Ragnarok. Ну, они просто решили завалить Elden Ring наградами, но, честно признаюсь, при всей посредственности игры... Скорить фильм о фильмах ужасов человеком, который не любит зомби, это как слушать шутки с Та Сай, как просто. Elden Ring вообще не упал уровень музыки. На том же файте в Малене, на Ласте, на... Блядь, основная тема Elden Ring вообще, на мой взгляд, лучшая соус тема. Вот это, когда меню запускаешь, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Блядь, она такая охуительная. Это вообще говно, блядь. Как вообще можно хоть одну награду дать God of War Ragnarok? Блядь, но они решили все награды дать этому говну. Все, блядь. Он говорит, я даже музыку-то не делал, я просто пам-пам-пам написал, и мне теперь дали эту прекрасную награду. Спасибо всем за то, что я теперь здесь. Для меня это очень много значит. Благодарю. Если что, это действительно то, что он сказал. Спасибо большое, Медведь. Его Медведь звали. А теперь экшн-рпджи от создателей Life is Strange. Они, кстати, еще сделали Remember Me, и мне кажется, это гораздо важнее в разрезе, блядь, того, что это тоже экшн-рпдж, но тем не менее. Понятно. Ведьмак 4. Шучу. Так что, ты дерьмак? Охотишься на призраков? Блядь, они им в натуре сделали Ведьмака. Да. Вообще не возбуждают. Я никогда не видела призраков. Но они существуют. Правда? Ну, короче, здесь мужик, типа, берсерк, а тёлка, видимо, экстрасенс, который видит этих призраков. Экстрасекс. Короче, такая, знаете, свет. Бля, это интересная игра. Концепция мне очень нравится. Да, мы выебим их. Это впервые, она оказалась при этом призраком. Она с ним говорит. Типа он ведьмак, охотник за призраков, и его подруга призрак типа указывает, как хуярится. Это его, видимо, бывшая тёлка. Слушайте, это впервые за долгое время интересная идея. Типа это как фильм, ну, дерьмаки, ну, как это такое название. Короче, вот она ходит, типа, видите, показывает ему призраков всякие знания. Блядь на ведьмака похоже. Где призраки и так далее, а он с ним махал. Любители, блядь, ведьмака. Слушайте, ну, говноеды полные. Что-то придумали новое. Ну, сама концепция хотя бы реально любопытна. Даже удивили меня. О, о. Потому что идея как бы на поверхности была, но никто её не реализовал. А это Вархаммер очередной, я так понимаю. Баба среди очередной про космодесантника шутер. Я не знаю, это мега скучные игры. Я одну такую на Xbox проходил. По типу Кок-призрака. Да-да-да, Кок-призрак плюс ведьма. Ну, а Вархаммер Спейс Маринс это мы ждём, конечно, мы обожаем вселенную Вархаммера. Это вкуснятили. И этому даже дополнительная реклама не нужна. Или он уже вышел. Во всяком случае, мне неделю назад закинули бесплатный ключ, но игра настолько интригует, что я его так и не ввёл никуда. Банишер без русского языка. Игра будут без русского языка. Поэтому для меня будет рассвет стриминга. Я как единственный в России человек, знающий английский, смогу стримить игры и рассказывать о чём они. Тут-то я всех и переиграю на этом поле. Все эти ПТУшники, блядь, которые языка не знают, они так... Реально нахуй пойдут просто. ВЛГ. ВЛГ притворяется, что знают английский. На самом деле, ВЛГ знает французский, немецкий, испанский. Да по-английски вообще. Правда, обычно эти субтитры тоже бывают в играх. Я ещё не понимаю. Представь, что человек, который назвал свой канал Вилл оф Геймс, знает английский. ВИ это множественное число МЫ, но уже... Блин, я помню, как он начинал. Крапков. У него канал назывался Вилл оф Брикс. Он стримил всякие хорроры. Начинал на СК2ТВ, потом там с Адольфом поссорился. Ай, ебать, какие они все были смешными. Айлок Геймс, правильное название. О! Я в это играл. Спейс Марин делает Сайбер Интерактив. Ну, надо попробовать. Мне, блин, мне реально был травмирующий опыт Спейс Маринов одних на Иксбоксе. Я прям тяжко было. Самое смешное вспоминать из детства у меня товарищ зашел в квартиру чтобы проверить может ли порубиться в Сегу или брат играет. Я случаю безумный визу падение на жопу. И что это мне кажется Вилалгейм сейчас смешной точнее кринжовый с косплеями. Косплеи хорошие только у Галковского. А что там угобугами с мой экшен без претензий? По сериалу Ведьмак игра выйдет. У меня кстати самая смешная ведьмак фортнайтер. Куда? Куда платить? Ну, продакшн пошел по всем фронтам, ребята. Акции, которые я купил. На боку несел брат оплачный что-то брат повесился. Блин, да грустно. Блин, растутся в цене. Соник за хеджкор рассказывает, что сейчас через 3, 2, 1 будет какая-то нереальная абсолютно премьера. Это то, что вы заслужили, собственно. Говноеды, собственно. Минус 2, минус 3. Блядь, Марио Крат. Жестей. Чуваки, да где же, блядь? Ну, крэш поднякут, это тупо детство. Я не понимаю, что нам сейчас показывают, но... Это моба по... ...где надо было идти по подвесному мосту. Я так и не прошел, честно вам признаюсь. Я решил, что игра забогована, сломана, и это глупость какая-то. У меня еще одна игрушка была Skalmonkeys, называлась, и я ее задрачивал тогда. Она была 2D, но там хотя бы не было моста. Кстати, знаете, запомните мои слова. Через пару лет они поймут, что рэп в трейлерах не продает игры, и вернутся нормальные саундтреки. хоррэй. У меня такой хуйни, брат. это что-то интересное. Пахнет... Востелином колец? Миядзакой. Миядзакой. Пованивает. А, Dark Souls ремейк, блядь, первый. Я узнал, блядь, когда это дерево... Я узнал, Буайнтаун. ... увидел, блядь, конченное. Да-да-да-да-да. Как болото показали, помойная, блядь, я сразу просил. А, хотя нет, погодите, Dark Souls же уже выходил. Это что-то другое. Это какая-то другая помойная болотная говнина от Миядзаки с токудовым. Настолько смело никто бы не спиздил. Так что это 100 просто от Миядзаки. А, ну Demon's Souls 2 какой-нибудь, наверное, ремейк, да? Это что такое вообще? Ну, не знаю, эти люди уже совсем наглос потеряли. Они просто уж совсем... Знаете, пиздить это нофт, я считаю. Но это уж совсем, блядь. Макл Мэдсон, блядь! Икон... Какой сюда попал? Макрегон. Он мимо проходил. Как же они бухали. Ладно, это, наверное, не Макгрегор. Я не знаю, кто такие. Я только Мэдсона знаю, но он, по-моему, умрет сейчас прямо на сцене. Мне кажется, у них один столбик. Да я, конечно, раз стрим в таком состоянии веду. Почина. Судя по их еду, блядь, вот такому. Макгрегор. Еще девский придет, Бэтсона заберет прямо в новый фильм, блядь. Потому что это бесплатный ужин. Ну, блин, это весомо. У него был инсульт, но плохо. Ай, извините. Слушайте, он действительно говорит, что он с Кипачино в фильме снимался. Фильм, видимо, называется Жизнь кувырком, блядь. И снимали они его прямо здесь. Так, ладно. Крис Рок, Майкл Мэтсон и они сделали игру Crime Boss. Дальше не понял. Ну, в общем, какая-то игра про криминал. на озвучке, мне кажется, Майкл Мэтсон еще может неплохо выступить. Пацаны, короче, в стиле Vice City играют. Раз Рокстары не хотят делать, то кто-то другой захуярил. Ким Бессенджер. Блядь. Это очень красивая женщина была лет 50 назад. Дэнни Трэк. Это очень красивый мужчина был никогда. Трэнни Гловер. Он слишком стар для этого говна. Майкл Рукер. Блядь, это был Майкл Рукер и Ванилла Айпс. Это травирующий опыт. Что это за дерьмо? Мне кажется, это новый Saints Row, блядь. Они пронюхали свою ошибку. Чак Норрис, блядь. Ай. Что это такое? Не залетит. Трэйм Босс рукой Сити. Кто на это деньги дал вообще? Кому пришла такая идея? Больному сознанию, какому? Блядь, чё это вообще? Это было похоже на ГТА, но при этом еще и с таким на... Блядь, никто не будет хайпить по этому дерьму, но это, по-моему, самое охуительное, что я вообще видел. Такое ощущение, что Невский начал делать игры. Лучший Реально. Олден Ринг. Покемон, Леджинс, Троянду, Сторик Син... Да тут вообще не было ни одно РПГ, блядь. Они хоть знают, что такое РПГ? Олден Ринг и РПГ. В этом году вообще ничего не выходило, что ли? Голосомания зрителей. Ну что, Геншин выиграл или нет? Мы скрутили всех ботов, и Геншин все равно победил. Ну что ж, он всегда приходит как Санта-Клаус. Давайте поблагодарим Реджи. Лучшая игровая режиссура. Элден Ринг. Элден Ринг. Миядзаки. Другими словами. Годофар Рагнаро. Я считаю, надо коту отдать. Я бы не играл в кота. Я бы все коту отдал. Но, блядь, сделайте игру про кота, я считаю, это гениальное режиссерское решение. А там есть, что котик срет? И лучшая режиссура отправляет... Если бы котик срал, точно выиграл. Элден Ринг. Миядзаки все-таки дали. Вот это, знаете, вот это вот подачку дерьма, блядь. Я ее уже видел, когда РДР 2 дали лучшую режиссуру и все остальное. А Готи, который единственное имеет значение, отдали, блядь, говну, блядь, вонючку. А почему тогда отдали? Хотя нет, возможно, тогда и режиссура отдали, Готан Флара. Но это прикормка, это чистая прикормка. В любом случае, Миядзаки не должен радоваться. Это значит, что Готи ему не дадут. Но, с другой стороны, он получил за говно, за Секиро, блядь. Как я рад получить такую прекрасную награду. Но, честно сказать, я бы надеялся получить Готи, поэтому у меня такое унылое лицо. Секиро со временем кажется не такой плохой, но переигрывать в нее я бы не стал. Вы как будто меня приговорили только что, поэтому улыбки вы на моем лице больше не увидите и никакого поздравления никому и никакой отдачи уважения этой церемонии. Считаю, что я сделал хорошую игру в этом мире. Японцы всегда говорят, что думают. И еще один раз спасибо всем за поддержку. Но, если честно, Миядзаки в этот раз обосрал. Давайте выпьем с Миядзаки. Он подарил нам Влад Борн и... Господа, активируйте функцию 700 рублей. Выпью за ваше здоровье. Несколько очень хороших игр. DLC для кибербанка. Плана у нас нет, но у нас есть человек, которому можно доверять. Сюжет, походу, как без лица будет. Нам какому-то агенту из прошлого пересадят ли... лицо. Потому что эта тялка была как бы молодой, этого чувака я вообще не помню. Но это, видимо, тоже какой-то известный актер. Скорее всего, это опять... Да это... Phantom Liberty. Это чупак. Хотя бы не Пейнт. Бля, Эспозито или как он... Как он заебал в каждой бочке двотышки, бля. Phantom Liberty это, собственно, что... что украинцы хотят? Нет, это не он. А-а-а-а-а-а-а-а. Это Идрис Альба. Тогда я уважаю его. Респект Идрис Альба. Мне всегда нравились его фильмы. Особенно в жанре. Так, ребят, очередная студия, которая номинировалась миллиард раз на все награды, которые только возможно представить, и они... Какой-то такой сейчас анонс, блядь, захуярит, что мы сейчас пёрнем. Блядь, сразу нахуй, блядь. Это говно даже неинтересно. Какой-то Animal Hunter 8, блядь. Так, произошла ядерка. Короче, постапок опять. Специфическая фигня. Не знаю, к которому относиться. Я очень не люблю мехов. Мехи меня вдушают просто какую-то бесконечную скуку, которую только можно. Вот ты видишь мехов и игры по мехам? У тебя какая-то скука, она просто разливается по твоей душе. Как русская тоска, она приходит. Выходят в тренды малые. И это неудивительно. Это From Software. И переиздание этой, блядь, хуйты про роботов. Я забыл, как она называется. Самые первые игры. Armored Core, да, 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 да. Нет, слушайте. Я не был в курсе, что у Armored Core 5 частей, но это шестая. Она выйдет в 23-м. Мне всегда казалось, что это какая-то суперстарая игра From Software, на которую всем поебать. Но выходит шестая часть, и это, типа, событие, пацаны. Замия Адзаки, так или иначе. Человек, который... Вот это я хочу больше всего посмотреть. Премьера этого больше всего ждут. Ты подарил один из лучших игровых экспириенсов. Который лечил им потенцию геймплея на Bloodborne, как минимум, и в третьем Dark Souls. Уважаю его за это. Даже некоторые мои друзья, которые никогда не играли в игры, подсели именно на Souls. Дима, если смотришь в хайлайт, может, будет или еще что-то, передаю тебе привет и соболезную твоей утрате. Говно, говна. Кто... Калисто Протокол, все-таки, знаете, оценка еще немного падает. Каждый день минус балл. С момента прохождения прошло уже 4 дня. Я поставил 10 из 10, уже 6. Понимаете, завтра будет 5, поэтому... Ну, реально, эта игра вообще не может стоить 3 тысячи, ни при каких обстоятельствах. Это ерунда какая-то. На самом деле, может, странно немного смотрится все происходящее, но вы даже не представляете, как возвращение в Москву меня замотивировало. Потому что, уезжая из нее, я продал почти все, что у меня было. Машины там и так далее. И сейчас, вернувшись, я наверстываю упущенное и понимаю... Что, я понимаю, что им понравилось, но я с ними не согласен. Марио Крат, мы смотрели видео от белорусов, его заказывали, по-моему. Не стоило так делать. Да, его заказывал я в Далюкс. Представляете, я не знаю, кто живет в России, ну, наверное, это будет глупо звучать. Но Москва это реально какой-то, ну, типа, убер-мегаполис. Хотя, сегодня... Помойка, блядская. Меня пытался отпиздить охранник ТЦ, и я прочувствовал Россию по полной. На меня реально напали сегодня. Но об этом я не буду рассказывать. Один в очках. Ну да, иногда два. Итак, это икзибит. Ребята, то, что мы хотели сегодня увидеть, невероятная премьера, самый главный анонс сегодняшнего дня, финальная фантазия из 16, и рассказать про нее мы приглашаем... Так, я пойду поссать пока. Кстати, у нас есть бусти. Если что, я зарегистрировал бусти. Там можно сделать разного уровня подписки. Некоторые подписки дают возможность вместо аукциона заказать фильм. Некоторые подписки дают возможность заказать какую-то рецензию, видеорецензию, лекцию. Ну и просто дают доступ к записям, к просмотрам и обсуждениям фильмов, которые проходят на Гудгейме. Подписывайтесь на бусти. Ссылочка есть в описании. В Москве проблема, что бухать с соседями не получается, приходится искать бомжей. Я на стримах бухаю. Мне бомжей искать не надо. У меня честь быть тут. Я надеюсь, вы будете наслаждаться этим трейлером. Они сами меня находят. Месть! Ладно, я всех люблю, я пошутил. Иди в безопасное место, я без тебя не пойду. Да ты, дура малолетняя, иди, блядь. На верблюде. Грифон. Беги, он предал нас. Нет! Нет, пожалуйста, не надо. Сквейр Эникс. Креатив Бизнес Юнит 3. Ну, кстати, это более, я бы сказал, такая фэнтезийно-средневековая финалка. В отличие от той, где... Барни толкали машину. Как Гена Букин. Есть финалка про Гена Букина? Я знаю очень много людей, которые хотят, ну, так сказать, влиться в этот биш. Понять, о чем эта серия, прочумпать. Многие из них начинали, там, 15-ю, 14-ю финалку. Но на 45-м часу бреда японского они сдавались. Потому что это все-таки надо понимать, это пиздец, какая японщина. Если вы, ну, в состоянии это вывести, то вам будет супер заебись. Но это все-таки финал. Ну, видимо, Тренд на БТС еще не ушел. Опять симпатичные парни воюют. Но в этот раз их сделаны не такими сладкими. Главный герой вообще на меня похож, одно лицо, я считаю. Обещаю пройти эту игру на релизе. В 23-м. Хороший мальчик. Что мы будем делать? Да как обычно. Хуярится. Я ждал, когда тебе исполнится 18. И сегодня. Иди ко мне, сука! Фейт. А Вера. Писано. Горела в огне. Горела? Финальная фантазия. 16. Предзаказывайте уже сегодня. 22 июня 23-го года. PlayStation эксклюзив. Нормально. Лохо. Фарес. Не буду в это играть. Прошлогодний категория «Лучшая игра». Что многие сегодня пиздели пиздец, как и задушили всех, но я буквально пару слов. Блин, кстати, брата Фареса, но он довольно известный актер, там, в Чернобыле играл, еще какие-то игры. Видел в каком-то очень неожиданном фильме, прям реально охерел в массовке. В имках видал. Бэт Слип. Здравствуйте, приветствую его. О, что такое? В СГОЕ 1. Да-да-да-да-да, В СГОЕ 1. Игра про кота. Блять, как шедеверы довольны те, кто сделал игру про кота. Это даже видит смешно. А была бы... А была бы игра про крота. Не кота, а крота. И про кротовуху. То есть цель сделать кротовуху. Блин, я надеялся, они основную тему сыграют. Это типа аранжировка, да, окей, но она какая-то супербогая. Только Пророк Санбой старается. Итак, дорогие друзья, без лишних слов и со всем уважением ко всем присутствующим, я представляю победителя... Это тема, видимо, хабр... А... Коменация Игра Года, и это God of War Ragnarok. Elder Ring! Да, фу-то! Да, блядь! Да, следующая Игра Года, по ней это говно. Как я радовался, господи, я прям вопил, когда это случилось. Надо было тоже стримить, видимо. Game Award в онлайне. Я хуел, спасибо. Мне очень жаль, что сборная Японии не умеет бить пенальти, но хотя бы сегодня мы что-нибудь довыиграли. В общем, короче говоря, он обещает делать игры лучше, чем это дерьмо. Ну, я суперудивлен. Да все в ахуе, в полнейшем. Все же... Я знал, что Ragnarok выиграет. Все к тому, что Ragnarokу отдадут и Готи. А с Sandring, я хочу сказать, что тоже история не закрыта, мы еще что-то сделаем по этому поводу. Ну, типа DLC, видимо, какие-то. Ну, блин, Миядзаки за самые недостойные игры отвалились Готи, то есть за Секера и за Elden Ring. Не, ну... Да, пацан смешной. Типа, грубо говоря, ладно. Я уж захейтил, наверное, Elden Ring. Я хочу всем всем сказать, что я хочу номинить этот афорт на мою реформированную ортодокс-рэби Билл Клинтон. Спасибо всем. Вышел какой-то чел, сказал, что награда также вручается его ортодоксному брату Биллу Клинтону. Возможно, я уже перепил водки, и мне кажется, что какие-то гномы выбегают на сцену и чудят, но... В общем, будет какой-то концерт через Готт, но считаю, что победа ходит в Си Ай-3 Эль-Адвенчур Параш. Так и, глядь, лупи, иметь Закиту, Параш. Секунду. Блядь, ну тут есть о чем поговорить, на самом деле. Донат тоже не в пустоту мыслив. При всей моей нелюбви к Elden Ringу, я должен признать, что это одна из гипноких игр с геймплеем, которая меня удержала от начала до конца. Я на все 100% уверен, потому что я играл в первый год в War, что Ragnarok это та же самая Параша. Абсолютно отвратительное закликивание одной кнопки. С бесконечными этими дерьмовыми задачками, с киданием топором. Ничего другого эти люди придумать не в состоянии. Ну, это реально была плохая игра. У меня до сих пор, как я уже сказал, жопа горит, что это говно выиграло у RDR в Готте. При том, что все остальные награды... Блин, да как RDR в Готте-то не дали, да? Абсолютно справедливо отлетели RDR. Дали Ragnarokу вот этому говну? Это нишевая игра все-таки. Как это нишевая игра? Да это топ. Эмитативная, она про ковбоев. Ну, блядь. Топовый, эмитативный. Мне просто не нравится вестерна в конце концов. И я думаю, соотношение людей, которым нравится вестерна, к тем, которым не нравится вестерна 50 на 50. А God of War это просто, ну, PlayStation-овская бродилка, типичная, с видом от плеча, в которой напрягаться не надо. Тут даже, наверное, и любить скандинавскую мифологию не надо, чтобы она тебе понравилась. Просто как-то рандомная, поносная какую-то, блядь. Абсолютно скучная, неинтересная, даже депрессивная какая-то. Касательно Souls игр, это игры, которые все-таки одни из немногих, при всей моей ненависти к ним, у меня отношение к ним менялось от любви до ненависти. Я всегда любил Souls. Вот как только первый попробовал Dark Souls на Xbox 360 еще, он не был, его еще на ПК. Я только его запустил, посмотрел первый трейлер, попробовал, я сразу чувствовал, что здесь что-то есть, что-то надо пройти, с этим надо разбираться. И не жалею вообще ни о чем. Все мои ненависти к Souls играм, я должен сказать, что они сохранили в себе тот геймплей, когда ты реально переживаешь за своего персонажа, когда ты пробиваешься сквозь уровень. Чем-то напоминает вот старые игры на Dendy, ну, типа, очень грубо говоря, ну, как бы не знаю, как-то еще объяснить. Игры из детства, когда был челлендж, когда... Дело даже не в челлендж, а в том, что, помимо всего прочего, охуенная музыка, иногда охуенный арт-стайл, дизайн и так далее. Но Elden Ring в этом плане, ну, реально проигрышная игра, потому что ничего нового я не увидел, копипаста повсюду, кроме Малиней, очень мало чего запомнилось. Ну, босс, который в Метеорит превращался. Отдельно улавливал какие-то локации, да, там, типа, вот, перед лунным боссом бабой там и так далее. Когда-то попадал в коридоры, и мне каждый раз в эти моменты казалось, что лучше бы эта игра была с закрытым миром. Это был бы неплохой Souls. Но в любом случае эта игра хотя бы держала в каком-то интересе и напряжении. В целом, да, типа, если сравнивать, то Elden Ring неплохой, и, конечно, тоже приятный экспириенс, и он еще очень удачно вышел, что под начало свой, может, было отличить от своей игры. Ну, не знаю насчет. Ну, я рад, что она в любом случае победила God of War. Если быть откровенным, то в этом году, естественно, для меня тоже игра года — это Elden Ring. Ну, потому что это единственная интересная игра, которую я прошел в этом году, не считая Калиста Протокола. И я бы все равно отдавал голос Elden Ring, потому что Калиста Протокола — это 5 из 10 Dead Space клон. Ну, наверное, все на удивление справедливо. На удивление даже не ожидал. Но это хотя бы игра. Я не готов признать God of War игрой. На мой взгляд, в игре должно быть что-то интересное. Вот веселые, классные ребята типа меня, они не любят God of War, потому что это душная максимально, блядь, унылая игра. А вот ребята, которые любят, блядь, подушиться, подушить, они любят God of War. Поэтому вы должны сделать выбор сами. То есть перейти на светлую сторону силы. Ни один нормальный человек не захочет ходить с каким-то подростком и кидать топоры в Круголя, которые открывают ворота, чтобы подраться с Валькириями. Потому что, ну, я все-таки надеюсь на то, что здравомыслящие люди преобладают. При этом я прекрасно представляю, что те же самые люди могут не хотеть там в том же РДРе кататься на лошадях по 20, по 30 часов нихуя не делают. Но, блядь, насколько же это атмосфернее, атмосфернее, интереснее, продуманнее и концептуальнее. Порой мне вообще кажется, что, ну, награды даются за какие-то достижения, но я до сих пор не понимаю, почему сегодня выиграл Elden Ring именно в конъюнктурной точке зрения. По всем показателям сегодня должен был выиграть Рагнарог. Ну вот так вот. Ну, нет, Elden Ring справедливо. Лучшая игра года. Ну, в любом случае, Elden Ring лучше, чем Рагнарог. В этом я на 100% уверен. Так, посмотрели. Спасибо огромное, Ёба Делюкс, за 2000.